Добрый вечер. В студии Екатерина Романова и мои удивительные гости. Сегодня мы общаемся с Владимиром Рудаком. Этот человек приехал к нам из Петрозаводска и является создателем проекта «Реабилитация инвалидов через кинематограф». Попозже я еще подробнее расскажу о том, что себя представляет Владимир. Вместе с ним мы поговорим о том, чем он занимается. А еще один гость наш — Ростислав Ильич Джанин, руководитель редакции газеты «Московские новости». Здравствуйте. 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 Суть, а точнее цель нашей с вами встречи — это недавнешнее мероприятие и вся та годовая, наверное, активность, которая связана с этим мероприятием. Я говорю про премию «Новая интеллигенция» 2013 года. Ростислав, удачно все прошло? Как вы, довольны этой церемонией? Я думаю, что удачно, потому что сложно провести такое мероприятие, неудачное, если честно, потому что мы премию проводим для того, чтобы привлекать внимание к людям, которые делают какие-то общественно важные проекты или участвуют в какой-то общественно полезной деятельности. и сама премия, по сути, это место встречи скорее, чем премия. То есть мы хотим этих людей вместе собирать хотя бы раз в год, чтобы они посмотрели в глаза друг к другу. И поэтому здесь даже не столько важно, кто стал победителем, потому что там действительно очень сложно голосовать, и хорошие прямо все. Поэтому сложно провести неудачно встречу добрых друзей. Понятно. Владимир, а Ваш какие впечатления оставил эта церемония? Положительные. Я встретил своих друзей. Единственное, что мне показалось, может быть, если бы пораньше информация дошла до многих, то вообще было бы сложно справиться вот в этой номинации «Жажда жизни», потому что у меня каждый второй знакомый или друг с какой-то инвалидностью, он достоин побывать как минимум в Лонг-Листе. Тогда мы к Вам и придем сейчас. Вы являетесь лауреатом номинации «Жажда жизни». Радиостанция «Фенам-ФМ» в моем лице выступила куратором этой номинации. И, честно вам скажу, действительно, выбор был труден, потому что каждый из участников шорт-листа — это отдельная история, отдельная активность, достойное внимания, достойное понимание и достойное общественного признания. Поэтому так уж посчастливилось, наверное, Вам, Владимир, стать лауреатом этой номинации. И в этой связи давайте поговорим о том, что Вы делаете. Вот просто сказать о том, что Вы создали авторский проект, проект, который объединил в творческую группу волонтеров и людей с инвалидностью, проект, в котором вся Ваша команда занимается одним хорошим, интересным и, очевидно, полезным делом. Это очень общее представление. Что вот в сути? Какая Ваша цель? Какая Ваша задача? Когда мы начинали этот проект, когда он еще не назывался «Реабилитация» через кинематограф, в 2005 году мы начали снимать игровое кино, малобюджетное, самодельное, можно сказать. А натолкнуло нас на эту... А Вас это кого? У нас творческий... Я как бы издалека, ну, у нас создалась такая творческая группа, любительская студия «Эсмархфильм». Это Максим Турков, Павел Борисов, оператор, который подключился как-то вот... Неожиданно он появился у нас на тот момент, когда мы обдумывали, идея была, еще не было оператора, мы хотели снимать кино, но не было ничего, кроме идеи. А когда это было? И Павел Миронов, четыре человека. Это было в 2005 году, летом, и... А толчком, извините, что толчком послужило к тому, чтобы это создать? Вообще хотелось... Я вообще люблю кино, но не люблю образ человека с инвалидностью в кино, особенно в российском. Как уж тут не ходить вокруг да около, так и есть, потому что если зарубежный брать кинематограф, там с этим как-то все в порядке. Но тут мне кажется, что кинематограф, он сродни нашему обществу, то есть какое отношение в обществе, такое в кинематографе, по сути. Да, согласен, абсолютно, так и есть. Поэтому мы решили попробовать это изменить, хотя бы, ну, может быть, начать с себя эту реабилитацию, сделать кино. Назвали мы этот фильм «Крутые парни не танцуют». Это по книге Нормана Меллера, и фраза эта, насколько я знаю и слышал, по легенде принадлежит Аль Капоне. Когда его спросили, почему вы не танцуете, он сказал, что крутые парни не танцуют. Ну, вот мы обыграли немножко вот это все. И решили сделать такую трагикомедию, даже черный юмор. Мы хотели посмеяться, потому что устали от того, что в кадре появляется грустный человек с клетчатым пледом, на коленках звучит фортепианная музыка грустная. И вот все. Такой за уши притянутый драматический ход. Но вы совсем не выглядите, как грустный человек с пледом на коленках. А это вот в кинематографе мы сейчас говорим про то, что нас натолкнуло. Мы и мои друзья, многочисленные знакомые, они не выглядят вот так, как это бывает часто на экране, что и заставило нас побороться, может. И это вызвало такой тоже неоднозначный... Неоднозначную реакцию. Да, даже и у людей с инвалидностью, потому что в реабилитации нуждаются не только люди с инвалидностью, но и без. И у каждого есть свои, мягко говоря, и беда, и, может быть, тараканцы. Своя ограниченность какая-то. Это так. Да, у кого-то нет души или наполовину нет души. Просто бывает так, что люди с инвалидностью тоже, они принимают вот это отношение к себе, и они даже где-то, может, используют... Они привыкли, что модель вот такая, она вот так работает, и нет других вариантов. И мы решили предложить... Мы не такие вот, как там на экране. Мы вот... Другие. Да, мы можем быть вот такими подлецами, можем быть хорошими людьми. И сценарий был сделан так, что это фильм не про людей с инвалидностью, а это фильм, в котором исполняют люди на колясках. У нас 16 человек снялось, 10 из них были колясочники. Но сюжет был сделан без акцента, вообще ни слова об инвалидности, и сюжет был не привязан к социальному. Он был социальным сам по себе, как вот визуально. И что я заметил, что люди потянулись... Обычно же как бывает у нас? Вот люди с инвалидностью затеяли какой-то проект. Что делать? Как реализовать? Мы идем к людям без инвалидности, помогите, там, что-то. Ну, тут же вот вы понимаете. Мы вот такие, нам нужна помощь. Да. Этот вариант нас совершенно не интересовал. Поэтому я обратил внимание, что люди потянулись... Вот им интересен процесс. Они видят, что кино вроде похоже действительно на кино. Понятно, что не профессиональные актеры, но вот есть все, и текст, и сценарий, и сюжет лихо закрученный. И вот как-то следующий фильм был «Плацебо», там уже другая была история. Дальше фильм «Белком», который получил награду от журнала «Сеанс». Это короткометражка. «Социальный трэш» мы это назвали, вот этот жанр. Потому что вкладывали то, что вот свой опыт во все это дело. И когда это стало находить какой-то отклик, и обращать внимание на это стали люди из мира кино, то мы стали понимать, что это как-то вот работает, и все больше интереса и с инвалидностью людей, без... И так постепенно это вылилось вот в этот проект. Я подумал, почему бы это, если мы уже занялись во всю реабилитацию, потому что... Почему бы не делать это, да? Да. А началось все без как проект цели, задачи, да, эти финансирования. Потому что это было безумство с этим проектом ходить, просить деньги. Потому что вы что, смеяться? Надо делать грустное лицо. И как-то вот... Я понимаю, люди не всегда знают, как себя вести. Вот появляется человек, допустим, на коляске, или там... Что нужно делать, чтобы его не обидеть, может быть? Не просто с ним заговорить, там, привет, Петя, привет, Вася, там, как дела, там, где-то поюморить, может. А вот как-то напрячься, напряжение возникает. А его не должно быть, потому что оно чувствуется. Я его чувствую, например, когда... То есть, на самом деле, ваш проект, это проект реабилитации не только для людей с ограниченными возможностями, а для обычных людей. Для обычных. Именно так. Для того, чтобы донести до них информацию о том, что вы не ограничены. Показать. Что вы нормальные люди. И с вами можно ровно так же общаться, отдыхать, решать какие-то задачи и вместе что-то творить. Спорить, ругаться, смеяться. И все остальное. А Владимир, а вы сказали, что вы начали реабилитацию из себя. Есть какие-то внутренние изменения? Что вы внутри себя почувствовали в ходе этого процесса? Мы, во-первых, очень долго, когда писали сценарий, все это придумывали, по дороге, это все снималось в Москве. Во-первых, это как бы открывает внутренние резервы. Вот даже... Ты делаешь что-то, что не делал раньше. Да, тем более, кино. Тебе приходится читать много, потому что мы же старались это снять, понятно, без денег, но чтобы это выглядело все-таки как кино, чтобы были планы правильные, более-менее, чтобы это... Ну, слава богу, у нас оператор появился вот прямо под проект. Вот он человек, который на энтузиазме готов был работать, причем у него опыт достаточно богатый. Он работал на телевидении и сейчас работает. И он нас просто вот подправил в плане техническом. Кино, как надо диалоги снимать, как вот... И это вот... Это действительно была такая реабилитация, но на тот момент я еще этого не понимал, потому что это было общее дело, мы задействовали 16 человек. Ну, вы загорелись этим проектом. Мы были рады, мы по всей Москве тут на машине, на этой оке, вот на такой, катались, ее снимали, и люди смотрят кино действительно какое-то, подходят. И они уже не задаются вопросом, что кто-то где-то как-то на коляске, они видят, что идет процесс кинематографический. Ну, и как в результате вы почувствовали какие-то изменения в своем отношении, в отношении к вам, окружающих людей? Да, даже от каких-то вот минимальных вещей. Я помню, что вот у нас в фильме «Крутые парни не танцуют» есть такой эпизод, где мы просто грузимся в машину, вот в эту аку, вот самостоятельно, без посторонней помощи. И люди говорят, наконец-то я понимаю, как вы вообще попадаете в эту машину. То есть обычные вещи. Обычные, вот как это все раз, так и другие вещи, что мы шутим друг над другом, мы раскованы, ну, как в хорошем смысле этого слова. И опять-таки, следующая работа, мы уже как-то к ней подходили, ну, мы уже сделали кино, мы уже знаем же. Мы уже профессионалы. Тем более отклики получили такие, что нас уже там даже сравнивали как-то с Лобаном, потому что этот фильм тоже вышел в 2005 году, по-моему, а у нас стилистика как-то так волшебным образом получилась, что картинки, вот эти чудаковатые образы, вот эти вещи, такие вот немножко девиантное поведение персонажей, оно вот как-то параллельно шло, что было таким тоже приятным открытием. И хорошая рецензия была Хосе Ланис, есть такой профессор из Сиэтла, он пишет о российской культуре, и он написал такую интересную рецензию на наш фильм первый. А кто-то из русских критиков написал рецензию? Нет. Нет. Умолчали? Нет, Петрозаводский писали журналисты активно, писали, и показы были этого фильма, и даже нам звонили из Владивостока, спрашивали, можно ли мы будем показывать ваш фильм, потому что он все-таки разошелся так или иначе. Да, кстати, вот какая судьба фильмов, то есть какая дистрибуция? У нас был сделан сайт, вот эсмархфильм студия, но эсмарх это медик немецкий, который изобрел клизму, ну, кружку эсмарха, вот, собственно, это я так вам... А почему вы выбрали? Кто-то сравнивал, как для промывки мозгов. Большая клизма эсмарха? Да, эсмархфильм, он, так, такое, не всем понятно, но кто в теме, те так это сразу понимают, в чем дело, да, что... И нам стали писать, появилась такая обратная связь, люди, причем люди стали писать даже профессионально, есть, кто занимается кино, предлагать свои услуги бесплатно. Пиротехники писали, гримеры, но у нас не было это поставлено вот на такой поток, что мы прям вот запускаем, и вот мы собираем, у нас читка, и все как положено. У нас спонтанно, я все-таки большую часть времени в Петрозаводске живу, но приезжал в Москву и тоже много времени проводил, и мы это использовали с максимальной такой пользой для себя. И вот эти три работы, они были выставлены, у нас просто этот сайт сейчас, мы его один раз утратили, потом восстановили, второй раз просто работа идет, а как-то за сайтом мы так вот не очень внимательно к нему отнеслись, но вот надо к Максиму Туркову обратиться по этому вопросу. Вы будете справляться. Владимир, а сколько людей вместе с вами над этими проектами работали в общем и целом, и какая часть из них обычных, нормальных? В процентном соотношении. Ну да. Если брать вот все работы, три, которые, сейчас вот четвертый запущенный фильм «Ананас», такое рабочее название, тоже вот в таком заключении, если вам прямо в количестве, сколько? Ну приблизительно. Первый фильм, 16 человек, 10 из них были колясочники, и 6 человек это были привлечены люди, вот друзья. А в плацебо мы уже, мы не стали повторяться, чтобы не делать вот одно и то же, чтобы... У нас было два героя, вот Максим Турков, которого Любовь Аркас назвала прекрасный Макс на кинофестивале, потому что, ну он действительно очень хорошо передает определенных типажей, поэтому, может быть, вы посмотрите и поймете, о чем я. Там было вот только двое, я и Макс, чтобы никого не обидеть, потому что, да, может быть, около 15 человек, там было все, эпизодов, даже батюшка у нас снялся, сначала ему казался, что текст, ну, как-то не совсем приемлемым для произношения, но я-то к ним поговорил, он, да, хотя все правильно подходит. В общем... А дальше? А «Велком» — фильм короткометражный, там три сюжетных линии переплетаются, и вот там больше тоже людей без инвалидности, я думаю, трое, что ли. Я сейчас просто боюсь кого-нибудь забыть, обидеть, я бы подготовился, если бы заранее записал бы всех. Всего сколько над «Велком» трудились? Опять сложно ответить, потому что мы сняли в Москве две сюжетных линии и в Петрозаводске. В пределах десяти. Да, где-то так. Ну, в общем, у вас маленькие такие группы, но настолько все пересмешано, что можно сказать, что один к одному, вот если так очень грубо. И насколько комфортно вам работать друг с другом? Насколько те люди, которые вам помогают или участвуют в ваших проектах, насколько они относятся к этому как к своему? Насколько они чувствуют разницу между возможностями или не чувствуют эту разницу? Как вот это все происходит? А это происходит легко, как правило. Нет никаких, не то чтобы конфликтных ситуаций, а вот это дело, оно как-то вот интересует. Единение идей. Да, можно так сказать. Раньше просто у меня была возможность только в Москве реализовывать. Вот только «Велком» удалось снять в Петрозаводске частично, а основная была группа здесь. А теперь в Петрозаводске вот Алексей Бабенко, оператор такой достаточно талантливый, и он с интересом относится. И у нас, как получается, не то что я говорю, Алексей, вот ну давай, а он тоже включен полностью. То есть у вас началась нормальная такая человеческая, проектная, интересная жизнь? Да. Мы продолжим через минутку. И снова здравствуйте в студии Екатерина Романова и мои гости. Владимир Рудак, создатель проекта «Реабилитация инвалидов через кинематограф», лауреат номинации «Жажда жизни», премия «Новая интеллигенция-2013». И Ростислав Валикжанин, руководитель редакции газеты «Московская новость», учредитель названной премии. Правильно все? Все верно. Господа, все-таки мы начали с того, что произошла некая масштабная акция, встреча номинантов, встреча людей, которые отбирались для того, чтобы составить там шорт-листы. Пообщаться, подружиться, кому-то познакомиться и показать это все общественности. И с другой стороны, есть Владимир Рудак, который является одной единичкой из всего этого общего пространства, которое происходило 10 декабря накануне. И мне вот хочется протянуть какую-то веревочку, ниточку взаимосвязи между масштабным событием и одной картиной. Объясню, почему. В последнее время лично я ощущаю потребность, не только свою, но и потребность аудитории в историях. Вот истории какие-то человеческие, личные, как кейсы, они становятся все больше популярны и все больше интересны. Вот в случае с новой интеллигенцией и московскими новостями, в случае с Владимиром Рудаком, который свой кейс имеет и свою имеет историю, какая здесь вот есть перспектива развития, может быть, или уже, может быть, вы считаете, что все состоялось? Катерина, знаете, мы проект «Новая интеллигенция» придумали где-то два года назад в московских новостях. И цель этого проекта была как раз рассказывать вот эти человеческие истории. То есть мы с каким-то промежутком во времени публиковали список из 10 человек, с которыми мы поговорим в ближайшее время. И в течение 2012 года мы опубликовали 30 таких историй у нас в московских новостях. И как раз вот когда мы публиковали эти 30 историй, мы поняли, что мы хотим проводить какой-то мероприятий, где эти люди просто вместе соберутся. И вот сейчас это уже вторая премия, и уже второй год мы, соответственно, публикуем разговоры с такими людьми. История и количество сохранилось, увеличилось? Скажем так, если мы начинали публиковать по 10 историй, я не знаю, в 4-5 месяцев, то сейчас у нас в рубрике появляется еженедельно, и мы еженедельно публикуем какой-то разговор, какую-то историю. То есть это порядка 50-60 историй в этом году, да? Это увеличение произошло из-за того, что люди стали проявлять интерес к этим историям, аудиторию я имею в виду, или интерес к рассказу своей истории появился у таких участников проекта? А вот и так, и так, потому что в прошлом году мы, допустим, рассказали про человека, у которого кличка Санта, и он перекрывал полосу, резервную полосу на МКАДе для того, чтобы из Южного Бутова люди могли выехать, потому что другие наши граждане по этой резервной полосе пытались проехать и затыкали выезд. И он вставал там, стоял несколько часов, там в южно-бутовских всяких форумах была переписка, там Санта стоит, выезжать вообще можно из Бутова или нет? Я знаю, что у него потом последователь появился. Да, то есть мы сначала написали про этого человека, то есть нашли его, написали, и мы увидели просто какой огромный интерес именно к человеческим историям, как вы правильно сказали. Вот, а потом, поскольку мы публиковали с завидной регулярностью, соответственно, эти истории, к нам уже потянулись люди, и какой-то перелом произошел как раз в ходе первой премии «Новая интеллигенция», когда мы сказали, что любой может номинировать себя или своего знакомого, и мы получили в прошлом году, я сейчас боюсь соврать, но что-то около 200 или 300 заявок. И, собственно говоря, люди поняли, что в московские новости можно идти с этими человеческими историями. И пошли. И пошли, да. То есть вот с одной стороны у нас был аудиторный интерес, и мы понимали, что он есть, а с другой стороны мы получили внимание, собственно говоря, людей с историями, которые пришли к нам. Ну, раз уж мы об этом, раз уж мы об этом, Растислав, как вы считаете, это был просто какой-то проект для того, чтобы, ну вот хотелось сделать что-то полезное. Вот начали с одной истории, пришли к 60 историям, к двум премиям, и вроде как получилось даже то, чего не ожидали. Или это была какая-то задача привлечь аудиторию на интересный контент? Ну, конечно же, это был... Первоначальная задача какая-то. Циничный абсолютно расчет. Циничный расчет, понятно. Сейчас что-то изменилось в вашем, внутри вас, в вас как руководителя редакции, в вашей редакции как субстанции человеческих личностей и мозгов, наверное, так можно добавить. Вот то, что я спрашивала у Владимира, как изменила его деятельность проектная, в чем он поварился все это время. Также и у вас что-то изменилось внутри в отношении к этому и отношении к вам? Ну, на самом деле, когда я сказал циничный расчет, я не имел в виду, что он циничен по сути, да. Нам нужно было изобрести новое лицо московских новостей, перезапущенных в тот момент. И мы пытались нащупать, кто наша аудитория, для кого и что мы рассказываем. Это совершенно нормально, через социальный какой-то проект... Естественно, да. И мы поняли, что есть в России и в Москве уже такая, можно сказать, страта людей, которые неравнодушны, которые готовы что-то делать для развития общества, а не только готовы зарабатывать деньги для собственной семьи, скажем так. И когда мы поняли, что вот мы хотим работать и для этой аудитории, и эта же аудитория, она наш герой, по сути, вот тогда у нас оформилось это в концепцию с начала одного проекта «Новая интеллигенция». Это изменения. Да, если говорить об изменениях, то, опять же, в этом году мы постоянно как-то рихтовали, корректировали наше позиционирование, и у нас все больше и больше стало появляться человеческих историй, которые уже не только про новых интеллигентов, скажем так, не только про людей с какими-то социальными или гражданскими проектами. Мы также стали рассказывать про людей, допустим, из бизнеса или из других сфер. То есть нам было важно, и было, и есть важно, показать, как человек приходит к той или иной деятельности, и как эта деятельность, собственно говоря, его меняет. Вот нас наша деятельность изменила в том смысле, что мы, если сначала человеческие истории были одним из наших проектов, одна часть нашей деятельности, то сейчас это, наверное, 70% того, что делают «Московские новости». Ну это какое-то покрывало такое, да, получилось? То есть вас накрыло эта идея? Нас накрыло. Вас взбудоражило это изнутри, и вся та команда, которая работает над этим проектом как годовым проектом и над премией как неким визуализацией, да, этого проекта, происходящего в газете. То есть сейчас вот вас стало больше, вы вовлечены в этот проект сильнее, и по сути, «Московские новости» немного вот изменили даже, наверное, свою внутреннюю концепцию. Я и говорю, что у нас внутренняя работа над самими собой происходила весь год, поскольку мы в прошлом году только перезапустили бумажное издание как раз вот с этой концепцией, и постоянно что-то подкручивали, подверчивали. И в результате мы вышли на то, что «Московские новости» — это газета про людей и для людей. И о людях. И о людях, да, в целом. И, кстати, вот вы еще спрашивали про то, как эти истории появляются, и говоря о внутренних изменениях наших, опять же, это было видно, как наши журналисты меняются, и как они начинают эти истории сами приносить. То есть тут три потока, получается, складывается. А как-то поменялись люди в команде? Ну, может быть, кто-то что-то начал делать там, как Санта, или кто-то там другую какую-то активность проявил. Вот такие случаи есть, свои истории появились? Естественно, естественно. То есть у нас кто-то принимает участие в благотворительных ярмарках, кто-то сам что-то волонтерит. Ну, то есть вот... То есть это повлияло, качественно повлияло на состав редакции? Конечно, конечно же, не все, да. И что еще важно, к нам пошли организаторы разных хороших событий, например, которые увидели, что вот московские новости, они вот так ориентированы. И, допустим, у нас вчера вышел номер, посвященный Душевному базару. Это самая крупная благотворительная ярмарка вообще в России и в Москве. Она состоит с 15 января. Кстати, всех в Сокольнике мы тоже приглашаем. И мы для них сделали номер про то, как участвовать в благотворительности и про то, как не бояться, и какие-то мы там развенчали мифы про то, что вот там, да, не все благотворительные фонды забирают все деньги, ну, там, себе ничего не делают. Соответственно, много страхов очень в сфере благотворительности. Да, и мы, соответственно, попытались их развенчать и, с другой стороны, дать какие-то практические рекомендации. Естественно, существует, допустим, в сети история про то, что кто-то собирает деньги непонятно на кого и непонятно куда они уходят. Мы даем рекомендации, как этого избежать и как... Куда обратиться, чтобы увидеть. Да, куда обратиться, собственно, да, чтобы увидеть результат от своих, так сказать, вложений. Владимир, а какие вы можете назвать со своей колокольни страхи, которые есть у одной стороны, я имею в виду, вашей комьюнити, и у другой стороны, я имею в виду, всех остальных? Страхи какого характера? Вот какие страхи есть? Вот я, например, вижу человека с ограниченными возможностями. Какие у меня страхи? Человек с ограниченными возможностями видит меня. Какие у него страхи? Ну, вот в этом ключе. Если говорить о ваших страхах, к примеру, предположительно, да, ну, человек может себя почувствовать, вы можете себя почувствовать неуютно, что-то от вас, вот что-то вы должны сделать, вы не знаете что, или как-то избежать того, чтобы что-то сделать, потому что общение с человеком с инвалидностью как будто бы подразумевает то, что вот вы что-то должны ему оставить, что-то вы ему должны дать, просто так. Что вообще просто должны что-то. Что-то вы ему должны, но вы не... То есть это чувство жалости. Это обязательно, да. Это чувство долга какого-то, да? Да, такого, причем, который не очень хочется исполнять, но как будто бы надо. Да, надо. Вот это противное слово надо, да? Да, и вот вас приглашают, к примеру, вот приходите, у нас тут будет социальное мероприятие, и вы... Ну да, ну да. Ой, да, надо, конечно же. Нет, ну я как-то занят там, не могу и так далее. Да, и какая-то вот и жалко вроде, и надо, и вот... Ну, в общем, нет такого... Это мы возвращаемся к тому, как я вам говорил, что творчество, оно стирает вот эти границы. Вот такого рода страхи. Еще вот у меня что-то только что было. А, есть такой вот удивительный страх, не посвященных совсем людей, они как будто бы боятся сглаза какого-то. Они боятся... Заразиться? Да, инвалидностью. Они боятся притянуть, может быть, какие-то как будто бы неприятности и попачкать себе карму. Я просто говорю не просто от... сверху так, от балды, как говорится, а основываясь на каких-то примерах, общаясь с людьми, и даже вот как у меня оператор об изменениях людей, а когда мы стали с ним работать, он говорит, я вдруг стал замечать людей с инвалидностью, в смысле вот я раньше их не видел. Вот я иду, еду, я не вижу, а тут только я вижу и чувствую хрупкость своего организма. И оказалось-то их на самом деле не так... Да, и он, когда мы с ним одну работу, вот у нас еще проект «Новая планета» документальный, это вот как раз истории, только видео мы делаем, коротенькие сюжеты о людях с инвалидностью. И когда мы уезжаем со съемок, он говорит, как хорошо, какой-то замечательный проект в плане того, что он дает. Не вот так вот, я сейчас снимем там что-то, попросим. И это мы говорили о страхах... Да, со стороны общества. О страхе со стороны людей ограничено. Конечно, то, что придется объяснять, как будто бы неудобства за собственную инвалидность, что я же там сейчас всех напрягу, у них же там, наверное, нет ничего, ни пандуса. И вот им... Я не просто пришел. Допустим, я пришел, зашел вот там... Вместе со мной идут какие-то проблемы. А нужна, да, какая-то... Что-то нужно организовывать, что-то нужно вот... И не хочется. И многие... Да и я бывало... Просто мне проще было отказаться, чтобы куда-то, где тем более еще даже не знают. Я просто даже помню выражение лица... У меня еще музыкальный коллектив, рок-группа своя. И когда мы пригласили барабанщика, он не знал, что я на коляске. Я приезжаю в студию, у нас должна быть репетиция перед записью альбома. А он не знает. И я просто вот в студию въезжаю, и я вижу вот это мгновение, что у него в голове... Как в кино. Ужас. Нет-нет, все, все только можно. Что-то такое, как сейчас. Тем более, что... Как, что, почему? В то время это был... Мы первый альбом записали в 70... Ой, в 97-м году. А в 2000-м году вот мы писали альбом. Тогда это еще была редкость. Мне даже, я помню, в Москве в одном из известных клубов отказали по причине инвалидности в концерте. Мы уже договорились. Я думаю, дай-ка позвоню и предупрежу, что я на коляске на всякий случай. Человек говорит мне, о-о-о, нет, вы что. Мы не можем выпустить на сцену человека, которому публика ничем не может помочь. То есть это очередной страх людей с ограниченными возможностями. Неполучение того, что ты можешь сделать или дать, ввиду просто твоих ограничений. Да. И такого скрытого... Ну, вот все, что... Вот хорошо, хорошо. Но хорошо только по той причине, что вот у вас есть инвалидность. Мы это не озвучиваем. Вы молодцы. Вы критика. Вот за нижнюю... Ну, как? Мы же не можем критиковать человека на коляске. Вы что? Ну, а вы что-то мало... Он обидится. Что там с ним будет? Да. Давайте лучше ему там что-нибудь... Он и так, он и так... Вот вам приз за то, что вы на коляске. Вот так. Раньше вот это такое советское наследие. Оно, которое вы делаете, оно прилагается. Вы молодцы. Но и страх может быть еще такой, опять-таки, что я понимаю, что мной начинают в какой-то момент восхищаться, как цирковой обезьянкой. Что я... А я могу на коляске, на задних колесах прокатиться. Вы посмотрите, как он владеет коляской. Это не достижение. Это просто я так вот делаю каждый день. Это как цикловое представление. Это то же самое. Скажите, как вы красиво идете по снегу. Мы продолжим через минутку после рекламы. Снова здравствуйте. В студии Екатерина Романова и мои гости. Владимир Рудак, создатель проекта «Реабилитация инвалидов через кинематограф», лауреат номинации «Жажда жизни» премии «Новой интеллигенции-2013». И Ростислав Валикжанин, руководитель редакции газеты «Московские новости», учредителя премии «Новой интеллигенции». Господа, мы поговорили с вами о том, что есть разные грани, наверное, вот этих взаимоотношений в обществе, в средствах массовой информации. И самое главное, что они есть. И, как я понимаю, проект «Новой интеллигенции» и, в принципе, та измененная идея или даже точнее идеология московских новостей и такой же проект «Жажда жизни», как проект радиостанции «Финам-ФМ» это вот те такие маленькие росточки, которые могут, ну, как плющ, что ли, обвить эти грани и спрятать, наверное, размыть их, размазать как-то между той и другой стороной в нашем обществе. Наша общая цель, да, рассказать людям и объяснить, что мы делаем и зачем мы делаем. И в этой цели есть яркие истории, которые помогают нам это делать. Владимир, кто из ваших коллег, кто явился участником премии среди номинантов, запомнился вам больше всего, кого вы можете выделить по каким-то своим личностным критериям? Кто был... Кто был вот на этой премии 10 декабря? Жажда... Нет-нет, не «Жажда жизни», а вообще по всей премии. По всей премии. Я фамилии не помню, я помню человека, врач, вот это первая самая была... Номинация. Да, а человек, я не помню, к сожалению, его фамилия, имени. Сейчас скажем. Сейчас Ростислав вам поможет, да. Да, это вот самый первый был... Первая номинация. Да, первая даже презентация была, когда пошли ролики. Так, и что вам запомнилось? А, я понял. Я сам сейчас забыл фамилию, но это человек-хирург, который перешел работать в Люберецкую больницу из элитной клиники, ну, по каким-то вот своим идейным соображениям, что оперировать нужно... Обычных людей, а не элиту. Хорошо, а вот те победители, которые у нас есть по результатам этой премии. Номинация «Город для людей» Александр Можаев, например. Ростислав, какая его история? История у него такая. Он, с одной стороны, является активистом Архнадзора, а с другой, ну, просто обычный гражданин, неравнодушный человек. И он ли личный, я точно не знаю, но он и его товарищи обнаружили в городе несколько вывесок, старых вывесок, которые были закрыты слоем краски. Ну, таких доверяционных, красивых, красивыми шрифтами исполненных и так далее. И первым таким проектом было восстановление вывески аптеки на Бронной. А дальше пошло-поехало. Да, причем эта аптека, она до сих пор существует. Одна, мне кажется, из самых старых аптек в Москве. И, ну, вот, собственно, там первую вывеску такую общественность восстановила. И вторая такая история, это тоже вывеска на фасаде дома номер один, на Покровке. Тоже вот вторая такая история. Ну, это хранитель исторических ценностей, да? В общем, в смысле. Ну, это какие-то высокие слова, хранители исторических ценностей и так далее. Ну, вот, это сохранение красоты в городе, то, что делает город уютным на самом деле. И не безразличие. Да, это не безразличие. А вот в номинации «Полезный бизнес» Максим и Антон Каракуловы стали лауреатами. Что это за ребята? Совершенно гениальная история. Они создали сетевое сообщество, в котором ты можешь ненужную тебе вещь подарить тому, кому она действительно нужна. То есть вот... Ну, выставляется лот. У меня есть, например, наушники. Нужны кому-то наушники. Кому нужно, да. Это на самом деле очень важная история, потому что у каждого из нас дома скапливается какой-то куча всего, что тебе лично не нужно. И, как правило, это отправляется на помойку. А если там... Если вещь в хорошем состоянии, она может еще кому-то пригодиться. Естественно. И это же история еще не только о сокращении затрат, да. У меня там нет наушников, у кого-то они есть, я могу взять бесплатно. Это еще история про то, что это не выбрасывается, и если это снова используется, это носит какой-то экологический эффект. Это вторая жизнь. И вторая жизнь у каждой вещи. Хорошо. Социальные решения, Игорь Шпицберг. Что там за история была? И почему так названа была номинация именно социальные решения? Ой. Ну, потому что мы пытались как-то номинации назвать. Социальные проекты, социальные инновации, социальные решения. Но поскольку премия носит персональный характер, то есть мы даем конкретному человеку, а не проекту. То есть мы не назвали ее социальные проекты, допустим. Социальные инновации не назвали, потому что есть уже такая конференция, которую мы тоже поддерживаем. Ну, назвали социальные решения. Это значит, что решается какая-то проблема. И Игорь, он уже более 20 лет занимается тоже реабилитацией, как правило, детей с аутизмом. И, допустим, мы, как московские новости, как издание, которое о таких историях рассказывает, мы тоже сделали даже фильм об аутистах в этом году. Но он получил премию не потому, что там московские новости что-то делали, а потому, что аудитория и на сайте, и уже в зале его выбрала. Культурная среда. Победитель номинации Ольга Рябковец. Ольга Рябковец, она из Новосибирска, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, прошу простить меня. Она является руководителем проекта «Тотальный диктант». Это такая история, когда создается некий очень сложный текст для диктанта. И в один день во многих местах нашей страны приходят люди и пишут этот диктант просто для себя. Просто люди? Просто люди, просто для себя. Это такая проверка грамотности, да? Безусловно, вот насколько я грамотен, правильно ли я выражаю свои мысли, правильно ли я ставлю запятые, извините, и так далее. И оказалось, что интерес к русскому языку, он на самом деле очень большой. И вроде бы забава. Вроде бы и забава, но это тоже, если говорить уже высокими словами, сохранение нашей культуры. И это очень важно. И это нужно поддерживать. В принципе, этим должно заниматься государство. Но если кроме государства поделаем что-то и мы с вами, да? Ну, вот как раз мне очень не нравится словосочетание «государство должно». По большому счету, государство ничего никому не должно. И должны мы сами себе. Собственно говоря, вот про… Про это и речь. Ну, новая интеллигенция, она про это. Поступок года. Как возникла эта номинация? Что она из себя представляет? В поступке года мы пытаемся выделить человека, который в этом году сделал что-то, ну, может быть, не сверхординарное, но что действительно является поступком. И, допустим, если говорить о премии новой интеллигенции 2012 прошлого года, то в прошлом году у нас по результатам народного голосования победила учительница из Санкт-Петербурга, которая отказалась фальсифицировать выборы. Вот это была очень громкая история. И она выиграла суды. Ну, просто, соответственно, люди, которые голосовали, не смогли, видимо, проголосовать за кого-то еще. То есть это был действительно поступок. В этом году были настолько разные номинанты, и не было вот чего-то такого прям… Выдающегося? Ну, не то, что выдающегося, а чего-то однозначного. Если вот в прошлом году тема выборов, она была основной, да, основной, и вот этот вот отказ, который прозвучал очень громко, он действительно все как бы затмил. В этом году были очень разные поступки, и мы решили, что мы присуждаем не одному человеку, потому что очень сложно сравнивать их. А целых трем? Да, целым трем. То есть мы… То есть даже не мы, а пользователи, которые проголосовали, Присудили, соответственно, Лидии Маняве, которая является менеджером детской программы фонда помощи хосписам «Вера», Олегу Мельникову из движения «Альтернатива», который… Вот тоже была громкая история про освобождение мигрантов из рабства в Москве. И третья история – это Яна Поплавская, известный человек, телеведущая, которая собирала помощь благотворительную жителям Дальнего Востока после наводнения и во время наводнения. Тоже очень актуально. Да, и смотрите, все три истории, они настолько разные, что… Масштабные. Да, масштабные и разные. Поэтому мы решили, что мы вот троим дадим. Хорошо. «Импорт добра» – тоже такая непростая в понимании номинация. Что вы в этом словосочетании несли? У нас, соответственно, «Московские новости» – это не только «Московские новости» на русском языке, еще есть издание «The Moscow News» на английском языке. И в этом году мы попросили коллег сделать отдельную номинацию для экспатов, которые приезжают в Москву, в Россию, и вдруг их, извините, что-то торкает в России, и они начинают тоже заниматься какими-то полезными, общественно полезными проектами. И сначала мы думали, ой, а вообще есть такие люди. Потом оказалось, что их, ну, какое-то количество действительно есть, и очень интересный проект. Допустим, я не знал, что, опять же, вот известную историю про русскую больницу поддерживают, как бы, иностранец. И вот в «Импорте добра» там тоже и пользовательское голосование, и мнения коллег наших, они, так сказать, совпали. И мы вручили премию Денис Рози, директора общественной организации «Перспектива», которые тоже занимаются помощью инвалидам, занимаются правовой поддержкой, и не только трудоустройством, в общем, всем спектром фактически. Ну, жажда жизни у нас присутствует здесь, а еще у вас есть гран-при. И лауреатом гран-при стал создатель «Такси для инвалидов» Роман Колпаков. В общем-то, человек, которого я тоже выбирала из шорт-листа, и человек, который, по сути, находился в номинации «Жажда жизни». Владимир, расскажите, пожалуйста, про Романа Колпакова. Какие у вас впечатления вызвала эта личность? Вы знаете, я как-то привык к тому, что в мой круг знакомых ходят люди с инвалидностью, которые делают какие-то вот вещи, ну, какие-то значимые вещи. Поэтому вот я бы не стал так как-то героически это все. Я думаю, что и сам он тоже, он вышел когда на сцену, говорит, я и не ожидал, что так вот все. И к своей деятельности Роман, я вижу, он относится спокойно, но он просто делает не для того, чтобы... Делает полезное дело. Да, вот он понимает вот эту проблему, которая описана у него, что, ну, ее все знают, проблема с такси, допустим, если социальное такси, оно же работает до определенного времени, опять-таки ограничения. А я, если я хочу на вечеринку, к примеру, у меня уже никто не повезет. Я думаю, что он прекрасно со всем этим знаком, вот с трудностями именно по времени, когда можно поехать, когда нет. И, в принципе, он решает вот эту проблему, движется в эту сторону. Ну, он нашел ту нишу, которая не востребована, в которой есть нужда. Наоборот, она востребована. Она, да, востребована. Не востребована, не исполнена, я не правильно сказал. Не заполнена. Не заполнена, да? Но востребована. Не востребована, и поэтому он направил туда свою активность, и для вас это большая польза? Ну, конечно, не именно для меня, потому что... Для вас, в смысле, для людей. Да, конечно, потому что я тоже неоднократно сталкивался вот с такими проблемами. Я думаю, что пока мы будем ждать везде каких-то возможностей попасть куда-то, ну, одна из таких вот меч, так скажем, это что можно поехать в любое время, куда я захочу, а не в поликлинику, когда меня отвезет специализированное такси, или еще в какое-то место, где вот, может, я не хочу лечиться, мне не нужно, зачем мне днем ехать куда-то в поликлинику, а вот именно в кино, и ступу ехать из этого кинотеатра. Ну, чтобы жить нормальной обычной жизни. Да, да, вот, и романы, я понимаю, к этому же стремиться. Поэтому, конечно, есть еще люди, вот, Игорь Гаков, например, с проектом Inva Travel, когда очень полезный ресурс, очень полезный ресурс, потому что эта проблема тоже острая. Вы тоже хотите жить нормальной жизнью, путешествовать и иметь там возможность приобретать те знания, которые могут... Да, как сказал один человек с инвалидностью, не нужно мной восхищаться только по той причине, что я хочу жить так же, как и вы. И мне кажется, этим очень много сказано. Это вещи очевидные должны быть. Это правда. Я хочу резюмировать немного нашу беседу. Это, может быть, в общих смыслах, чего Ростислав не очень любит, как я понимаю. Но, тем не менее, я хочу задать вам один вопрос на двоих. Как вы считаете, вот активная жизненная позиция, не в смысле политическом, а в смысле социально-общественном, это обязанность? Это должен делать каждый человек. И должен... Здесь слово не ключевое. То есть должен просто потому, что он человек. То есть это надо делать? К этому привлекать людей надо? Это правильное движение. Нужно в этом движении проявлять свою личную активность? Ростислав. Ну, мне кажется, что здесь не должно быть долженствования. Каждый должен к этому приходить каким-либо образом. И все те истории, которые мы публикуем в московских новостях, они ровно про то, как люди к этому пришли. И мы хотим показать то, что как к этому приходишь, что на самом деле ничего в этом сложного нет. Потому что есть очень много разных страхов и так далее. И мы с этими страхами работаем и даем какие-то конкретные инструкции. То есть... То есть, а, не надо бояться. Это не долг. Это просто. И это нужно. Безусловно, да. Ну, конечно. Я тоже не сторонник такого навязывания, может быть, добра. Делайте добро. Принуждение к добру. А если вы не будете делать добро, то это вас настигнет. Я думаю, что если говорить о социальной среде, то это такая должна быть бархатная революция своего рода. Когда человек постепенно втягивается, его не принуждают. Вот истории. Читая, слушая какие-то передачи, еще что-то, участвуя в каких-то... Человек должен сам прийти все-таки. Когда его тянут, он уже идет с каким-то отторжением, он идет отработать это. Отработать и бежать так, что только пятки сверкали. А все должно быть постепенно и поступательно, так скажем. Должна появляться внутренняя потребность прежде всего. И, ну вот, не знаю, жажда жизни на Финам.фм, там, новая интеллигенция в московских новостях, такие проекты, которые помогают сформировать эту потребность. Ну, мне так кажется. Слово героизм к этому какое-то отношение имеет? Мне кажется, что часто очень отношение к такого рода людям, которые что-то делают, которые неравнодушны, в целом в обществе, да, воспринимается как... Как ненормально. Как ненормально, как героизм. А в прошлом году после премии к нам подходили люди и говорили, как здорово, что вы нас здесь собрали. Мы хотя бы увидели, что мы не городские сумасшедшие, а нормальные люди. И нас много. И нас много. Вот как бы... На этой оптимистичной ноте мы завершим нашу сегодняшнюю беседу. Напомню, в гостях у меня был Владимир Рудак, создатель проекта «Реабилитация инвалидов через кинематограф», лауреат номинации «Жажда жизни» премии «Новая интеллигенция 2013» и Ростислав Валикжанин, руководитель редакции ГАЭРТ «Московские новости», учредителя названной премии. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания. Продолжение следует...